А если я в двух словах объяснить о том, как проходит коррекция, то что сейчас там происходит, когда все вот эти внешние для него пассы происходят? Смотря какие. Смотря какие. Ну, на самом деле, вот как бы пассы-то все понятные. И все-таки я кандидат на мутку, а специальности психофингиологии я. И на самом деле банальная физиология работает. Вот то, что называется рефлексы. Срабатывают рефлексы. Верите вы в эти рефлексы? Не верите в эти рефлексы? Они существуют. Руку от горячего отберут все. Но на самом деле рефлексы-то не всегда все так просто. Есть там цепи этих рефлексов. Один рефлекс включает другой рефлекс. Вот. То есть, на самом деле, большинство механизмов этого рефлексуторная дуба и вот, собственно, какие-то. Ну и доминанты, которые у нас там в мозгу. Давай, чей делать. То есть, вот с точки зрения психофиологических механизмов это все достаточно неплохо. Когда мы манипулируем с мышцей, мы сжигаем рецептор мышечный, от них идет сигнал в мозг, из мозга идет сигнал обратно. И в ответ мышца либо расслабляет, либо напрягает. Либо мы стимулируем какую-то точку, которая вызывает прилив в эту мышцу крови. И опять же, все это контролирует сущность в нашем мозге. Или когда мы будем у человека перед глазами стимулируя движение глаз. Движение глаз – это просто индикатор того, что у человека в голове, в коре головного мозга происходит. И по движению глаз я вижу, как бы, восстанавливаются эти связи. А связи могут быть утрачены, там, на момент стресса, на момент травмы, на момент болезни. Что выглядело все как шаманство, но сошли. Совершенно научные объяснения вещи. А как коррекция сочетается с этим? Ну, смотрю, с теми таблетками, обычно, что нам врачи выросли. То есть, те же, там, китайцы говорят, что, да, компания, за... Ну, по крайней мере, наши сочетки, да. Вот это вам нельзя пить, лучше, допустим, здесь заменить натуральную. Потому что какие-то дают такие рекомендации. Здесь есть такие моменты или нет? Здесь есть универсальный индикатор. Он называется мышечный тест. И именно мышечный, через мышечный тест мы можем индивидуально каждому человеку сказать, вам подходит вот этот препарат и не подходит вот этот. От этого будет польза, от этого польза нет. И это неважно уже, кто это, то, что прописал врач, может быть, там, китайская медицина или это какая-то гоменопатия. Вот, то есть тут уже нет. Потому что это, на самом деле, сугубо индивидуально. Там где одному нужна и лучше подействует таблетка в силу каких-то его личных, там, обстоятельств, да, и состояний. А другому достаточно, там, травяного настоя. Вот, это все тестируем. То есть где-то все индивидуально. А вот, скажите, ну, вот, как преподавать с этим всем связано? С чем связано то, что многие психологи выступают против таких вот, скажем так, альтернативных и медоконавтов? Альтернативных andomet Namus. Альтернативных и обещано на нашем сайте. Продолжение следует...